Особая финансовая ситуация, у нас сумасшедший доллар и так далее. Это способствует еще большему росту кредитных мошенников? Или вот как их бизнес, он процветает сейчас? Да, это не то, что бы способствовало их росту. Влияние, ну и скачок курса доллара дало им возможность вписать свою рекламу слово рефинансирование или неграмотное слово перекредитация, как они для доступности выражаются перед своими клиентами. То есть то, что я заметил, половина людей, которые обращаются сейчас, это люди, которые имеют валютные кредиты, зачастую в больших суммах, которые готовы за вот эти 3-5% годовых гривней без инфляции одним махом выложить 10-20-50 тысяч гривен того же первого взноса. Плюс любая сейчас ситуация с задержками зарплат, пенсии, она также замечательно влияет. Плюс еще мошенники начали то, что я вижу, пользоваться. Не знаю, как к ним попали те же, ну скажем, данные клиента в приватбанке. Либо они имеют свою агентуру в приватбанке. Но когда к ним попадают данные о человеке, зачастую они совпадают с тем, что человек дал те же данные в банк. И зачастую это, я вижу, приватовские базы. То есть тут сработает еще плюс феномен, мы все о вас знаем. То есть знаем о ваших родственниках, друзьях, естественно, там, где работает и какие кредиты этот человек имеет. То есть получается, если у человека есть кредит и проблемы с погашением, его данные каким-то образом попадают мошенникам, которые вымогают у него последнее, да, получается так? Да, да. И плюс еще после вот этой вот обработки, когда человек отдал последнее, он, в отличие от несколько лет назад, хочет, чтобы его больше никто не трогал. То есть он готов оставить эти 5000 гривен мошенникам ради того, чтобы просто не остаться ему в нужном последствии. Ну, плюс еще его убеждают работники или службы безопасности этой компании, которая очень научилась, скажем, общаться с нерадивыми клиентами, где, ну... А в итоге что получается? Их долг в том же приватбанке сохраняется за ними, как и был, и плюс они потеряли деньги еще у мошенника. Да. То есть при том, ну, кредитный мошенник знает, что эти деньги нужны на рефинансирование действующего кредита и знает, что последствием будет возможны судебные разбирательства и отбор этого имущества. И мотивируют они свою правду только, ну, и правоту только тем, что если этот человек не понесет деньги в эту фирму, то он понесет в такую жену другую, которых сейчас очень много. И, скажем, здесь даже когда сталкивались вопросы не только с кредитами, а и с тяжело больными людьми, с теми же атошниками, с другими людьми, которые, ну, рассказывали, какое у них действительно положение, поскольку уже доверяли потенциальному кредитору полностью, то консультант, ну, тот также брал, поскольку его зарплата зависит от того, сколько денег получит та компания, на которой он работает. Сколько людей он обманет, столько и заработает. Абсолютно верно. Абсолютно верно.